Глава о потомках Ибрахима, мир ему Мы уже приводили рассказ об Ибрахиме, мир ему и его народе и упомянули о том, что постигло народ Лута при жизни Ибрахима. Затем мы привели рассказ о Мадьянитах, то есть о народе Шуайба, поскольку в Коране рассказы о них также обычно приводятся после рассказов о народе Лута. Сейчас мы поговорим о предпочтении, которое Аллах Всевышний отдал потомкам Ибрахима, мир ему, ибо он даровал им пророчества и писания, и каждый пророк, посланный к людям после Ибрахима, являлся его потомком. Упоминание об Исмаиле, мир ему Как уже упоминалось ранее, у Ибрахима было много сыновей, но наибольшей известностью пользуются два пророка и посланника, старшим из которых был первенец Ибрахима Исмаил, рожденный египтянкой Хаджар. Ибрахим должен был привести в жертву именно его, Что же касается тех, кто утверждает, что в жертву следовало принести Исхака, то они полагаются на сообщения израильтян, которые подменили, исказили и по-своему истолковали Тору и Евангелие, нарушив заповеди этих неспосланных свыше писаний. Ибрахиму было велено принести в жертву своего единственного сына, то есть речь шла об Исмаиле. В их писании сказано, что Исмаил родился, когда Ибрахиму было 86 лет. Исхак же родился, когда Ибрахиму было уже 100 лет. Таким образом, нет сомнений в том, что Исмаил был первенцем Ибрахима и более 13 лет оставался его единственным сыном. Аллах воздает Исмаилу мир ему хвалу в Коране. Аллах Всевышний воздал Исмаилу хвалу и охарактеризовал его как кроткого, терпеливого и верного обещанием человека, который неуклонно совершал молитву и велел делать это членам своей семьи, чтобы уберечь их от наказания. Кроме того, он призывал людей к поклонению Господу миров. Аллах Всевышний сказал, и мы порадовали его вестью о кротком сыне. Когда сын Ибрахима достиг такого возраста, что мог помогать отцу в его делах, он сказал ему, «О, сынок, поистине я видел во сне, что убиваю тебя, принося в жертву Господу. Посмотри же, что ты об этом думаешь». В ответ он сказал, «О, отец мой, делай, что тебе велено, если пожелает Аллах, ты увидишь, что отношусь я к числу терпеливых». Сура 37, аяты 101 и 102. Таким образом, Исмаил, мир ему, подчинился отцу и пообещал ему, что будет проявлять терпение, а потом выполнил свое обещание. Аллах Всевышний также сказал, «И помяни Исмаила, когда будешь читать людям Писание». Поистине был он верен обещанию и являлся посланником и пророком. Он всегда велел своей семье, имеется в виду либо члены его общины, либо его родственники, совершать молитву и выплачивать закят, и его Господь был доволен им». Сура 19, аяты 54 и 55. Аллах Всевышний также сказал, «И вспомни рабов наших, Ибрахима, Исхака и Якуба, которые были сильны в поклонении и прозорливы. Поистине мы особо выделили их среди всех прочих, наделив способностью искренне поминать вечную обитель. И поистине пред нами они среди избранных и лучших. Вспомни также Исмаила, Аль-Ясаа и Зуль-Кифла, ибо все они из числа лучших». Сура 38, аяты с 45 по 48. Аллах Всевышний также сказал, «Помяни также Исмаила, Идриса и Зуль-Кифла. Все они были из числа терпеливых, и мы ввели их в рай, который является нашей милостью. Поистине они были праведниками». Сура 21, аяты 85 и 86. Аллах Всевышний также сказал, «Поистине мы не спослали тебе откровения, как не спосылали их Нуху и Пророкам после него. Мы не спосылали откровения Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, Каленам, Исе, Айюбу, Юнусу, Харуну и Сулейману, а Давуду мы даровали псалмы». Сура 4, аят 163. Аллах Всевышний также сказал, «Скажите, мы уверовали в Аллаха и в то, что он не спослал нам, и в то, что было не спослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и Каленам». Сура 2, аят 136. Аллах Всевышний также сказал, «Или скажете вы, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, И Якуб, и пророки из разных колен являлись иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете или Аллах? И кто более несправедлив, чем тот, кто скрыл имеющееся у него свидетельство от Аллаха? Аллах не упускает из виду того, что вы делаете». Сура 2, аят 140. Аллах, который сделал Исмаила мир ему, пророкам и посланникам, упомянул, что ему были присущи все прекрасные качества, указал, что он не причастен к тому, что приписывают ему невежественные люди, и велел, чтобы его верующие рабы уверовали в то, что он ему не спослал. «Хвала, которую воздал Исмаилу, мир ему, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует». Знатоки генеалогии и истории указывают, что Исмаил, мир ему, первым сел верхом на лошадь, тогда как до него лошади были дикими. Они указывают также, что он первым стал говорить на правильном и литературном арабском языке, которому научился у чистокровных арабов из племени Джурхум, поселившихся в окрестностях Мекки, а также у амаликитян, еменцев и представителей других арабских племен, которые жили в Аравии еще до Ибрахима. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Первым, кто заговорил на ясном арабском языке, был Исмаил, которому исполнилось тогда 14 лет». Аль-Хаким, том 2, страница 553, Байхаки, номер 1260 и другие. Хадис считается достоверным в силу существования других подобных хадисов. Сыновья Исмаила, мир ему. Ранее мы уже упоминали, что, став юношей, Исмаил женился на девушке из числа амаликитян, с которой впоследствии расстался по велению своего отца. Потом он женился на другой девушке, с которой продолжал жить, как велел ему отец. Она родила ему двенадцать сыновей, имена которых приводит Мухаммад ибн Исхак, да будет доволен им Аллах. Набают, Кидар, Адабиль, Мипсам, Мишма, Масса, Рума, Хадар, Етур, Нафиш, Тима и Кидма. Эти же имена приводятся в писании иудеев. Они называют их двенадцатью князьями, о которых уже упоминалось выше, однако подобное толкование является неверным. Исмаил, мир ему, был посланником к людям, населявшим эти места и тем, кто жил вокруг них, то есть к людям из племени Джурхум, Амаликитянам и Йеменцам. Незадолго до смерти Исмаил отдал соответствующее распоряжение своему брату Исхаку и был похоронен в Хиджре, у Каабы, вместе со своей матерью Хаджар. Что же касается арабов, живущих в Хиджазе, то все они считают своими прародителями Набаюта и Кидара. Упоминание о благородном, сыне благородного Исхаке, мир ему, сыне Ибрахима, мир ему. Ранее уже говорилось, что Исхак родился на четырнадцать лет позже Исмаила, когда его отцу исполнилось уже сто лет, а его мать Сара получила радостную весть о предстоящем рождении Исхака в возрасте девяносто лет. «Аллах Всевышний сказал, и мы порадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников, и мы благословили его и благословили Исхака, а среди их потомков есть как творящие благо, так и поступающие явно несправедливо по отношению к самим себе». Сура 37, аяты 112 и 113. Кроме того, Аллах воздал хвалу Исхаку, мир ему, и в нескольких других аятах священного Корана. Что же касается пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, то раньше мы уже приводили хадис, в котором сообщается, что он сказал «Благородным, сыном благородного, сына благородного, сына благородного был Юсуф, сын Якуба, сына Исхака, сына Ибрахима». Бухари, номер 3390. Сыновья Исхака, мир ему. В Писании иудеев сказано, что когда при жизни своего отца Исхак, мир ему, женился на Ривке, дочери Батуила, ему было 40 лет, но она оказалась бесплодной. Исхак обратился к Аллаху с мольбой за нее, после чего она забеременела и родила двух мальчиков-близнецов. Первым родился Исав, которого арабы называют Аль-Ис, и он стал отцом Рума, прародитель рамеев, византийцев. Вторым же родился Якуб, который появился на свет, держась за пятку своего брата. Его второе имя – Исраиль, и от него ведут свое происхождение израильтяне.